Сегодня мы опять вспомним Древнюю Грецию, которая подарила нам множество интересных мифов и легенд, великолепные архитектурные сооружения, скульптуры и Олимпийские игры. Сегодня речь пойдет об одном из феноменов культуры античности, изучение которого во многом позволяет понять не только уклад жизни древних греков, но и их миропонимание, эмоции и чувства. Мы будем говорить о керамических изделиях Древней Греции. Сегодня вы познакомитесь с технологией изготовления глиняной посуды, со стилями росписи греческих ваз, выясните причину многообразия форм керамической посуды, научитесь отличать сосуды по формам. Объектом нашего созерцания и изучения будет керамическая посуда. Керамические сосуды – самые многочисленные археологические находки. На сегодняшний день известно около 70 тысяч таких артефактов. Для того, чтобы изучение темы было успешным, мы пройдем три этапа – технология, форма, декор. Первый этап – технология. В Афинах керамическим производством занимался целый квартал гончаров. Ремесленники селились в античных кварталах, где находились гончарные школы. Назывались керамик. От названия финского предместия «керамик», в котором работали особенно искусные гончары, произошло слово «керамика». Керамика – это глина, прошедшая обжиг. Гончарная мастерская представляла собой жилой дом с большим двором, обустроенным навесами от дождя и полками для сохнущей керамики и инструментов. Во дворе также хранились инструменты, глина, гончарные округи, стояли печи и баки для замачивания глины. Основным материалом для производства глиняных изделий в Древней Греции служила простая пластичная железистая глина, дававшая при обжиге черепок кирпично-красного или бледно-желтого цвета. После добычи глины ее очищали от примесей и вытаптывали, то есть вымешивали ногами, в ямах. Только после этого ком глины попадал в руки мастера-гончара. Самым древним способом изготовления посуды была лепка сосуда вручную. Чуть позже появился гончарный круг, а затем некоторые небольшие изделия стали изготавливать с помощью формовочных штампов. Далее сосуды долгое время сохли в тени на воздухе, чтобы готовое изделие не потрескалось во время обжига. Роспись керамики производилась до обжига. Сосуд сначала протирали влажной тряпкой, а затем покрывали минеральными красками, которые придавали вазе после обжига красноватый оттенок. Вазописцы расписывали сосуды прямо на гончарном круге. Есть вазы, на которых сохранились имена художников – Ефроний, Эксекий. Поставьте видео на паузу и перечислите этапы изготовления керамической посуды. В Древней Греции лепка из глины считалась важным и почетным делом. Этим делом занимались даже боги, такие, как Прометей. Керамика была спутницей всей жизни античного человека. Она украшала даже самую бедную хижину. В ней хранились семейные припасы. Она была наградой победителю на играх. Второй этап – формы. Формы изделий древнегреческих гончаров очень разнообразны. Их насчитывает более двух десятков. Неподготовленному человеку сложно понять, для чего они служили. Попробуем в этом разобраться. Форма каждого сосуда строго соответствовала его назначению. Основные типы сосудов принято распределять по трем основным группам. Сосуды для хранения различных припасов. Застольная посуда для питья. Вазы для масла. Давайте посмотрим на них. Амфора. Сосуд из глины с расширенной верхней и суженной нижней частью тулова с двумя ручками. Он служил для транспортировки вина и масла. Пелика. Для хранения и перевозки вина, масла, маслин, винограда. Гидрия. За пресной водой нужно было ходить к роднику. Кувшин, в котором удобнее всего было нести ее домой, имел две горизонтальные ручки и одну вертикальную. По форме очень похож на амфору, но отличается сильно расширенным кверху яйцевидным туловом. Ликиф. А эта керамическая ваза служила для хранения душистого масла и благовоний, которые использовались спортсменами для натирания тела. Прикрепляли кувшин к поясу. Кратер. Этот сосуд объемный. Он удобен для смешивания жидкости. С большим туловом, с широким горлом, с двумя ручками. Киаф. Особый черпак для разливания воды и вина. Килик. Плоская чаша на ножке с двумя тонкими горизонтальными ручками для питья. Стамнос. Громадные глиняные бочки для хранения зерна. Посмотрите виды древнегреческих сосудов на странице 115 учебного пособия. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Какая из вас, представленных на рисунке, вам знакома? Где вы ее видели и слышали про нее? Чем бы не отличались вазы, в их формах есть много общего. Посмотрите на схему. Устья, плечи, тулова, ножка и ручки есть практически у каждого из рассмотренных нами сосудов. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Какие части сосудов родня человека и вазу? Третий этап. Декор. Изысканность и завершенность керамическим изделиям придавал орнамент, геометрический или растительный. Орнаментом украшали менее важные части вазы – ножку и горлышко. Часто он представлял собой узор из листьев, напоминающих пальмовое и назывался пальметто. Самым распространенным греческим узором является меандр – узор в виде ломаной или кривой линии с завитками. Существует предание, что давным-давно в Греции люди увидели с высокого холма русло реки. Оно извивалось и было похоже на петлю. Так и возник этот знаменитый греческий орнамент. Любили греки также изображать волну и бутон лотоса. Лучшие образцы греческой вазописи геометрического стиля – это афинские амфоры 8 века до нашей эры. Их росписи отличаются высоким художественным совершенством, строго продуманной композицией и удачно сочетаются с формой сосуда. В каждой полосе многократно повторяется определенный геометрический узор. Это треугольники, покрытые сеткой, ромбы с точкой посередине, различные варианты рисунка из переплетающихся линий. Часто горизонтальные полосы включали квадратные поля, и художник заполнял их фигурками зверей и птиц, розетками и стилизованными листьями, а также изображением креста с загнутыми под прямым углом концами, который считался солнечным знаком у многих народов древности. Главную часть сосуда, его Тулова, занимает картина «Сюжетная роспись», на которой изображены жанровые и мифологические сцены. По ним мы можем составить представление о том, как выглядели древние греки, об их одежде, обычаях, ведь картины на вазах изображали и мифологических героев, и бытовые сцены. В росписях прославляли именно то, что больше всего ценили, чему поклонялись, а поклонялись совершенству и красоте человека. Кроме гончара, важную роль при создании керамики играли мастера, расписывающие сосуды, вазописцы. В росписи ваз существует два вида техники. Чернофигурная роспись – это роспись по естественному фону, который имеет обожженная глина. Ну а если же фон был черным, а изображения имели цвет обожженной глины, то такую роспись называли краснофигурной. Сначала возник чернофигурный вид вазописи. Для росписи сосудов использовали черный лак. Фигуры людей черного цвета прекрасно выделялись на оранжево-красном фоне. Наиболее популярными мотивами изображений на вазах становятся пиршество, сражения, мифологические сцены. Горлышко и дно сосудов украшались узором, в том числе орнаментами, в основу которых положены вьющиеся растения и пальмовые листья. После обжига основа становилась красной, а глянцевая глина приобретала черный цвет. Затем возник более совершенный краснофигурный стиль. Фигуры на глине обводили контуром, а все остальное пространство покрывалось черным лаком. Внутри красного силуэта прорисовывали тонкими линиями детали фигур, черты лица, складки одежды. Роспись сосуда должна была соответствовать пропорциям изделия, форме, его объему и предназначению. Что бы ни было изображено на вазах, каждая из них несравненный источник вдохновения для поэтов и художников и знаний о жизни древних греков. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Какое впечатление на вас произвели формы и роспись ваз? Подведем итог. Древнегреческая керамика уникальна. Художественные образцы вазописи и сегодня радуют глаз. Керамические сосуды восхищают формой, разнообразием тем, цветовой гаммой. А из сюжета в росписи можно сложить историю культуры Древней Греции. Выполните творческое задание на выбор. Удачи! До новых встреч!